Здравствуйте, уважаемые жители Буя-Буйского района! В нашем Буе-городе и Буйском районе началась прививочная кампания от гриппа. В прошлом году, к сожалению, гриппа не было, заболевания, потому что вирус ковида занял свою нишу, и, к сожалению, все мы были и болели ковидной инфекцией тяжелой. Всемирная организация здравоохранения планирует, что в этом году придет грипп тяжелый, поэтому одной из главных профилактик от гриппа – это вакцина-профилактика. Вакцинация у нас уже началась с конца августа. В наличии у нас есть вакцина для взрослого населения и для детского. Для взрослого населения это вакцина Ультрикс-Квадри и СОВИ-ГРИП. Чем они отличаются между собой? Ультрикс-Квадри упакована уже в индивидуальном шприце, то есть ампулу вскрывать не надо, ничего не надо набирать. А СОВИ-ГРИП в ампулах приходится вскрывать и набирать в шприц. Только техникой, то что это подольше. А так вакцина одна и та же. Каждый год Всемирная организация здравоохранения по статистике смотрит, на какой год, какой вид гриппа к нам приходит. То есть в этом году планируется, что придет грипп H1N1, H3N2 и небольшой подтип вируса гриппа B. То есть и вот эти вот все три подтипа вируса, они в вакцине этой как бы предусмотрены защита вот именно от этих трех видов штаммов гриппа. Ну и плюс, как всегда, в вакцину добавляется стимулирующий, иммуностимулирующий препарат. То есть в этот раз он называется СОВИДОН. Детская вакцина, она как бы тоже с таким же учетом планируется на год. Но в детской вакцине там немножечко дозировка поменьше. Все-таки это детский организм, он как бы поменьше. И более очищенная, скажем так, вакцина, то есть меньше присутствуют консерванты. Значит, ну вот по прошлому году вакцинация была поменьше у нас. В этом году планируется от численности населения привить 60% от численности населения Буя и Буйского района. И по категориям, категории у нас, которые постоянно прививаются, это медработники, это образование, это транспорт, это МВД, военнослужащие. Предприятия социальной сферы 75% от численности. То есть это как бы вот большой контингент для того, чтобы коллективный иммунитет у нас хорошо сформировался. И естественно, как можно меньше люди болели гриппом и получали осложнения. Знаем мы, что любая вакцинация 100% защиты не даёт, но вакцина даёт нам заболевание в лёгкой форме, люди переносят, и не получают осложнения. То есть грипп, тяжёлый грипп, он влечёт за собой осложнение. Одно из тяжёлых — это пневмония. То есть вирусные пневмонии, они и переносятся тяжелее, люди тяжело болеют осложнёнными тяжёлыми пневмониями, когда вирусная инфекция и плюс присоединяется бактериальная. Ну и вот по опыту 2009 года, когда с тяжёлым гриппом мы столкнулись, в 2012 году тоже тяжёлый грипп был. То есть, к сожалению, от осложнений, от пневмоний вирусных и бактериальных люди, к сожалению, умирали. Значит, поэтому призываю вас обязательно позаботиться о своём здоровье, сделать прививку от гриппа. Прививочные кабинеты у нас работают в поликлинике с 9 до 12 и с 13 до 15. В будние дни, в субботу прививочный кабинет работает у нас с 9 до 12. И в воскресенье у нас выездная бригада вакцинацию проводит в Сбербанке от гриппа с 9 до 12. Ну как бы и немножечко затрону от ковидной инфекции вакцинацию, потому что, к сожалению, ковидная инфекция от нас не ушла и не уйдёт. Сейчас как бы заболевания ковидные, они немножечко поснизились, но всегда вирусная инфекция, она как бы волнообразно течёт. То есть вот сейчас на данный момент поменьше становится больных, но актуальность не теряется. То есть от ковидной инфекции обязательно нужно тоже сделать прививку. Наверное, уже как бы люди переболели, кто-то уже вакцинировался. То есть на ревакцинацию приглашаю от ковидной инфекции тоже в эти же часы работы. И вместе прививку от гриппа и от ковида можно сделать в один день. Ревакцинация от ковида делается после 6 месяцев от вакцинации, после 6 месяцев от перенесённой ковидной инфекции, ну и через месяц от какого-то любого инфекционного вирусного заболевания. Для каждой вакцинации есть показания, противопоказания. От ковида противопоказания — это если онкозаболевание есть тяжёлое, как бы во время обострения и лечения онкологии прививки мы не делаем любые, в том числе от ковида, от гриппа. Если есть обострение хронического заболевания, например, сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, то есть во время обострения мы прививки не делаем ни от гриппа, ни от ковидной инфекции. Ну и если человек перенёс какую-то вирусную инфекцию, орва и, не знаю, кишечную какую-то инфекцию, то через месяц после выздоровления прививка от ковида и от гриппа делается. Противопоказания от гриппа — это если человек индивидуально непереносимость, если человек не переносит куриный белок и куриные яйца к курицу, куриное мясо. Значит, таких людей очень мало, то есть те люди, которые вот именно не переносят куриный белок, потому что вакцина от гриппа, она вытяжка там куриного белка есть, то есть она небольшой концентратор вот этого куриного белка. А так, если человек здоров, не болеет, пожалуйста, приглашаю на прививку от ковида и от гриппа. Ну и детская вакцина у нас от гриппа тоже есть. В детскую поликлинику можно обратиться. Ну и ребёнка привить индивидуально или в поликлинике, или если ребёнок посещает какое-то образовательное учреждение школы, это или детский сад, то есть там выездная бригада в школе, в детском саду, детей по согласию родителей обязательно прививают. То есть родителям ещё раз подумать, пересмотреть все свои какие-то, не знаю, сомнения. Лучше всё-таки привить, сделать профилактику. Ребёнок меньше будет болеть, легче перенесёт, если он заболеет этот грипп, чем потом эти осложнения лечить. Ну и скучность в школе, в детском саду всё-таки. Больше у нас там массовое скопление людей, как бы детей. Лучше пересмотреть и всё-таки сделать профилактику от гриппа ребёнку, ну и себе, естественно. В прошлом году не регистрировалось заболевание гриппа. Вакцинация, ну, 60% от населения не было привито от численности, то есть может быть 45, где-то вот так вот. Больше-то как бы настроенность в прошлые и позапрошлые года — ковид. То есть как-то вот заболевание серьёзное, тяжёлое было, поэтому как-то люди всё больше от ковида прививались. Ну вот сейчас поменьше стала ковидная заболеваемость. Пожалуйста, от гриппа прививайтесь. Позапрошлом году, наверное, заболевание 3 от гриппа было. Регистрировалось у детей, у взрослых, но меньше было, меньше. В этом году вот прогнозируют, что заболевание гриппа будет, вырастет оно и, к сожалению, тяжёлый грипп. То есть мы тяжёлый грипп в этом году ожидаем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова